МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржахе. Сегодня в выпуске. Бесперебойная подача электричества. Это все, о чем просят жители Жанархинского района. Всему виной затянувшаяся судебная тяжба между двумя компаниями. Пройти государственную экспертизу проекта за 45 дней и получить разрешение смогут казахстанские заказчики. В государственных органах повсеместно внедряется цифровизация. В Карагандинской области стартовала республиканская акция «Дорога в школу». Первые участники получили в дар школьные рюкзаки с письменными преднадлежностями. Бесперебойная подача электричества. Это все, о чем просят жители Жанархинского района. Люди все чаще остаются без света. Всему виной затянувшаяся судебная тяжба между компаниями «Казэнергоцентр» и «Сакены компания». Многие недоумевают, как целый район мог остаться без света при наличии двух энергоснабжающих компаний. Однако именно затянувшаяся судебная тяжба между поставщиками электроэнергии стала причиной перебоев. Чтобы обеспечить жителей района электричеством, «Казэнергоцентр» использует электросети другого поставщика услуг, именуемого «Сакены компания». Долг, исчисляющийся десятками миллионов тенге, стал камнем преткновения в отношениях двух компаний. Однако больше всего в этой ситуации пострадал народ. «Почему они отключают свет? Как они могут оставлять целый район без электричества? Мы ведь платим за услугу. Если между этими компаниями есть проблема, пусть все решит суд. Почему должны страдать простые люди?» Местные жители недоумевают, почему им постоянно отключают свет. За услугу население платит исправно. Однако это не уберегает их от перебоев при подаче электричества. Подобное не только вызывает неудобства в повседневной жизни граждан, но и зачастую приводит к убыткам предпринимателей. «Из-за того, что свет часто отключают, наши морозильники не работают нормально. Тает мороженое, портятся продукты. Покупатели жалуются, возвращают купленное. Разумеется, мы терпим убытки, хотя платим исправно. Электричество отключают без предупреждения». Чиновники отметили, что о проблеме знают. Вот только помочь людям никак не могут. «В сложившейся ситуации вины жителей нет. Мы это прекрасно понимаем. Это дело находится на контроле прокуратуры и областного акимата». По некоторым данным, только за 2016 год Казэнергоцентр задолжался кинокомпанией 47 миллионов тенге. За следующие два года к сумме долга прибавились еще 80 миллионов. Теперь в отношениях поставщиков электроэнергии будет разбираться суд. Людям многомиллионный долг ни о чем не говорит. Они хотят лишь получить благо цивилизации, за которое платят из своего кармана. В Карагандинской области планируется завершить паспортизацию скота в декабре текущего года. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель областного управления ветеринарией. Также в ходе совещания говорилось и о дефиците кадров в сфере ветеринарии. В регионе ведется активная работа по паспортизации сельскохозяйственных животных. Всего эту процедуру пройдут 955 тысяч голов скота. На сегодняшний день на учет взято более 500 тысяч. Об этом в ходе аппаратного совещания в Акимате области доложил руководитель управления ветеринарией Каэрбек Турсунбеков. Порядок проведения паспортизации скота был утвержден в феврале. Работа началась весной. Сегодня 100% идентифицированы свиньи и верблюды. Мы планируем завершить паспортизацию до конца текущего года. Акимоблесе Ерлан Кушанов поручил усилить контроль над проведением паспортизации скота. Паспортизация скота является очень важной процедурой. Это залог ветеринарной безопасности. Поэтому тщательно следите за этим вопросом и проконтролируйте отстающие районы. Работы по идентификации сельскохозяйственных животных должны проводиться в сроке. Также глава региона не мог не отметить острый дефицит кадров в сфере ветеринарии. В настоящее время область нуждается в 121 специалисте. Акимобласти подчеркнул, что для решения данной проблемы управлению ветеринарией и управлению образованием нужно объединить усилия. Проведите тщательный анализ. Для минимизации дефицита кадров вы должны работать вместе. Сейчас мы решаем проблему нехватки кадров в сфере медицины и образования. Но ветеринария – не менее важная сфера. Нехватку кадров планируется решать за счет агротехнического колледжа в Каркаролинске и многопрофильного колледжа в Абайе. Также планируется привлекать выпускников Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфулина по программе с дипломом в село. В государственных органах полным ходом идет реализация программы «Цифровой Казахстан». В РГП госэкспертиза цифровизация позволит ускорить прохождение документации. Это позволит расширить применение принципа одного окна. В мае нынешнего года в некоторые законодательные акты были внесены изменения и дополнения. Часть из них коснулась экологического кодекса. Участники совещания заявили, что с использованием цифровых технологий экологи получили ряд преимуществ. Это онлайн-переписка с заказчиками, которая позволит сэкономить время. Это меньше возврата в проектно-сметной документации и уменьшение количества отрицательных экспертных заключений. Раньше заказчики получали сводное экспертное заключение и шли только потом получать разрешение на эмиссии. В рамках 45 рабочих дней мы расширяем принцип одного окна. Теперь заказчик личного кабинета направит необходимую проектно-сметную документацию. С 45 рабочих дней до 45 рабочих дней получит теперь заключение комплексной экспертизы, заключение государственной экологической экспертизы и разрешение на эмиссию по принципу одного окна. Было отмечено, что проведены обучающие мероприятия для всех департаментов и управлений экологией. Размещены памятки по работе с обновлениями на едином портале. На совещании также обсудили итоги основной производственной деятельности. Основное внимание уделено экономии государственных средств. За первое полугодие 2018 года в результате рассмотрения установленной достоверной стоимости проектов, стоимость проекта финансируем за счет государственных инвестиций была снижена на 2,65 миллиардов тенге. Что по сравнению с тем же периодом прошлого года, эта сумма была 1,3 миллиарда тенге, почти двое больше. В вашем внимании предоставляются проекты с наибольшим снижением заявленной стоимости. То есть здесь фигурирует, можно посмотреть, реконструкция внутренних городских водопроводных сетей, город, я скажу, в первую очередь. И в основном идут проекты не государственных инвестиций, где заявленная стоимость была изначально завышена. На совещании также шла речь о недоработках в решениях по инженерному обеспечению и инфраструктуре. В частности, в проектах на строительство и реконструкцию автомобильных дорог не предоставляется расчет на принятую конструкцию дорожной одежде, согласно требованиям строительных норм. В работе совещания принимали участие представители исполнительных органов, заказчики и сотрудники проектных компаний. Андрей Тенжо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Семертау полицейские задержали 21-летнего жителя по подозрению в пропаганде терроризма. Об этом сообщает пресс-служба областного ДВД. При проведении обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты вещественные доказательства. Начато досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Заведено уголовное дело по статье Уголовного кодекса пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Назначены все соответствующие экспертизы. По окончании будет принято соответствующее процессуальное решение. 1 августа в Карагандинской области стартовала республиканская акция «Дорога в школу». В стенах Карагандинской гимназии номер 92 состоялась традиционная конференция, в ходе которой представители городского отдела образования подробно рассказали о целях акции. Тетради, ручки, альбомы и прочие канцелярские принадлежности. Школьная и спортивная одежда, обувь. Все это пришлось как нельзя. Кстати, для многих родителей получать такие нужные подарки очень приятно. Ведь на сегодня не все семьи могут позволить себе купить все необходимое. Именно поэтому такие акции имеют большое социальное значение. Анна Тимофеева – мать троих детей. Предстоящей осенью самый младший ребенок отправится в школу. Благодарна акции «Дорога в школу». Она очень помогает многим мамочкам, одиночкам, многим многодетным семьям. Очень благодарна. Это очень хорошая помощь. Многие не могут купить того, что должно быть в школе. Мне, например, тяжело троих собирать в школу. Двое в интернате учатся во втором классе, и один в нулевой класс идет. В отделе образования отмечают, что с каждым годом увеличивается количество участников акции. Это и депутаты, и предприниматели, и чиновники. Главная цель акции понятна из названия – помочь детям из социально уязвимых слоев населения подготовиться к школе. Это канцелярские принадлежности, школьные формы. Какие мы ищем спонсоров. Спонсоров мы пишем письма всем банкам, крупным организациям. Кто откликивается из спонсоров, мы делаем вот такие акционные дни. И здесь встречаются у нас родители со спонсорами. Они дают свои подарки. Акция «Дорога в школу» проводится вот уже более 10 лет. По статистическим данным, по всей республике помощью было охвачено более 2 миллионов детей. Им предоставили школьные принадлежности и одежду на общую сумму свыше 15 миллиардов тенге. К слову, в нынешнем году в школы Карагандинской области пойдет рекордное количество первоклассников – свыше 22 тысяч. Андрей Теннаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Светлая память ветерану труда. В Каркаролинском районе на здании отдела образования установили мемориальную доску бывшему руководителю Даутпаю Коспаеву. На открытии мемориальной доски собрались те, в чьих сердцах по-прежнему живет светлая память о ветеране труда. Человеке, который посвятил всю свою жизнь благородному делу – просвещению молодого поколения. Коспаев Даутбай окончил Семипалатинский педагогический институт. Затем последовали годы работы учителем казахского языка и литературы. Последние 16 лет жизни Даутбай Коспаев возглавлял районный отдел образования. Он награжден различными медалями и нагрудными знаками. В этот знаменательный день все вспоминали его с теплотой. Он был умелым руководителем, знал свое дело и всегда был верен ему. Он внес значимый вклад в развитие образования в районе. Даутбай Ага был не только профессионалом своего дела, но и примерным семьянином. Они с супругой воспитали своих детей в лучших традициях нашего народа. Мы должны помнить о таких достойных людях. Глава района отметил, что это мероприятие проводится с целью привития молодежи правильного воспитания. Память о хороших людях должна жить всегда, подытожил свои слова Аким района. Диагностика туберкулеза всего за час. Это стало возможно благодаря новому аппарату. В Карагандинском спеццентре установили новейшее оборудование «Джинэксперт». О принципе его работы рассказали специалисты центра. С помощью нового аппарата «Джинэксперт» туберкулез будет диагностирован в течение часа. Суперсовременное оборудование позволяет поставить точный диагноз пациенту уже в день сдачи мокроты. В Карагандинском спеццентре «Джинэксперт» установили в ноябре. С тех пор тысячи людей прошли обследование на дорогостоящем лабораторном оборудовании. Процедура довольно проста. У пациента забирается мокрота, а затем результаты считывают на специальных картриджах. Этот аппарат, он нам выявляет сам вирус микробактерии туберкулеза. Он четырехмодульный. Почему четырехмодульный? Потому что сразу же можно четыре разных инфекции поставить. И в течение часа можно получить результаты. Наши возможности как бы расширились, наши клиницистов. То есть если у пациента есть какие-то клинические показания, в течение часа, когда он пока пройдет всех специалистов, сдаст лабораторные анализы, в течение часа мы уже как бы можем предоставить врачам результат на туберкулез. То есть либо подтвердить, либо исключить. Поставив пациенту диагноз в кратчайшие сроки, специалисты могут своевременно начать лечение. Ежегодно туберкулез диагностируется у двух миллиардов людей в мире. Также каждый год три миллиона людей умирают от этого заболевания. Люди с ВИЧ, особенно со сниженным иммунным статусом, наиболее подвержены туберкулезу. В мире туберкулез является самой опасной оппортунистической инфекцией на стадии СПИДа. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok